Новости за 18 февраля. Цитаты некоторые, которые интересны, мне кажется, подходящими к текущему моменту. Лессинг сказал, что человек – это хищная обезьяна, впавшая в манию величия. Ещё Цицерон говорил, тоже примерно похожее, что разум – это не дар богов, это проклятие богов. Судя по тому, что возможности у человека растут, нет до сих пор никакой социальной справедливости, воины устраивают, как типичные хищные обезьяны, и Лессинг, и Цицерон во многом правы. То есть разум нам что-то в толк не пошёл, судя по тому, что в макромасштабе устраивается разум, это особенно и нет. В то же время из Мао Цзэдуна неплохой фрагмент. Вот Мао Цзэдун жил совсем не в том Китае, что сейчас. Вот сейчас Китай бурно развивается, индустриарный, передовой и так далее. Мао Цзэдун жил совершенно в бедной и отсталой стране. Но и тогда он говорил, что на первый взгляд это плохо, а фактически хорошо. Потому что бедность побуждает к революции. На чистом листе бумаги можно написать самые новые и самые красивые иероглифы. Вот сейчас, возможно, путинский режим уже Россию доведёт действительно до чистого листа. Но и в этом есть определённая надежда, потому что с чистого листа проще рисовать красивые иероглифы, как говорит товарищ Мао. То есть именно бедность, именно тяжёлое состояние, оно и может побудить к реальным переменам, которые приведут к новому подъёму. И именно с Китаем это случилось, правда. Там нужен был гений Мао Цзэдуна, чтобы сделать культурную революцию, чтобы полностью изменить Китай. Так что надеюсь, что мы тоже эту культурную революцию осуществим и на чистом листе бумаги напишем новые иероглифы в Сибири, по крайней мере. Старые журналы там перебирал в поисках своих рецензий на фильмы советские. И, кстати, вот интересную картинку нашёл. Это из 15-го года, Моторола живой. Я тогда пошутил, что тут прямо вот все четыре скрепы. Значит, первый самодержавие, вот с лево на право самодержавие, на Николая походит мужик Николая II. Второй, естественно, православие, поп, да. Потом народность, в виде такой тётеньки более-менее привлекательной. Самодержавие, православие, народность. Ну и Моторола у нас, естественно, суверенная демократия. Лицо у него демократическое. Книжку дочитал про французскую революцию и Наполеона. Вот там в конце про наполеоновский режим, как он воспринимался. Вот он всё-таки воспринимался именно как дождество просвещения, и дело в том, что, в общем-то, Екатерина правильно критиковала якобинцев за то, что они делают на самом деле не по Вольтеру. То есть изначально Дидро и Вольтер думали, что будет режим по типу наполеоновского, что будет некая мировая монархия, возможно, даже французская, которая установит некие вот общие правила для всех, которые Наполеон установил, действительно внедряя везде там свой гражданский кодекс и прочее. Бюрократия будет основана не на феодальном каком-то статусе, а на реальных заслугах человека, и этот принцип тоже Наполеон проводил. При этом будет централизм. То есть революции они вообще-то не планировали, просвещенцы. Наполеон, получается, в лучшем виде вообще всё это осуществил. Вот он сделал действительно централизованное государство, рационалистическую бюрократию, всё, как Вольтер хотел. Равенство всех перед законом, свободу религии, секулярное государство, полная национализация всех земель церкви. По конкордату фактически церковь подчинялась светскому государству, а не наоборот. Вот всё прямо сделал как надо, как хотели, наконец-то, да? После революции, нестабильности, вардака и так далее. И тем не менее всё это провалилось. Продержалось-то оно лет пять. Но потом они много спорили, почему провалилось. Сначала все бросились в романтизм и думали, что, так сказать, вообще всё, ничего не получится. Так сказать, разум не может... Опять-то вернуться к цитате из Лессинга, которая примерно в то время-то и сказана, что человек – это поехавшая крыша и обезьяна, и невозможно создать разумное общество. Вот Наполеон пытался, и у него не получилось. Это, так сказать, было отчаяние, и отсюда пошёл романтизм. Романтизм, он структурно близок к декадеянству позднейшему, начало XX века, постмодернизму теперешнему. Вот примерно раз в сто лет вот такой вот начинается, так сказать. Ничего не получится, человеком правят страсти и так далее. А часть просто утверждала, что вот эта вся реформа Наполеона, бонапартисты-то что говорили, она просто натолкнулись на реакционные страны, такие как Испания и Россия. Фактически Наполеон-то он же завяз-то не в Германии, не в Италии, да? Не тем более, если бы я во Франции, а в Испании и в России, где вот не хотели даже сами крестьяне воевать за свою свободу, как выяснилось. То, что там вот крестьяне в России за своих же господ воевали. Поэтому выводы там сделали только такие, что вот эта периферия, она мешает, и нужно поднимать эту периферию. Кстати, и Маркс Энгельсон много говорил о том, что Россия – жандарм Европы. И вот об этом будет еще больше, если я доживу и хроники все эти продолжу. То есть о чем я? Вот сейчас будет скоро по хроникам падения Наполеона. Будет многим казаться, что это падение вообще всего проекта либерального и рационального, но потом окажется, что это не так. Буквально лет за 15 проект этот воскреснет, да еще и левые появятся, еще и социалисты, еще и в более радикальной форме. И валить, кстати, будут, националисты всячески будут валить на Россию, на Испанию. Ну и вообще, так сказать, на все вот эти отсталые страны вокруг Европы и на Турцию и так далее, что вот они нам мешают развиваться, мешают Европе, так сказать, построить ее светлое либеральное будущее. Читаю американский учебник «Великие президенты». Ну, там уже вперед читаю, то есть не те, которые были в начале 19 века, а весь 19 век. Ну вот в Америке сразу был либерализм. Вот, допустим, полк. Это Джексонианство. Ну, скоро оно будет. Это вот классический либерализм, еще до освобождения черных. В Америке где-то вот 30-е и 40-е годы. Там этих проблем не было, никакая Россия не мешала. Как сказал бы Мао Цзэдун, они прямо с чистой стены писали свои иероглифы американцы. Ну и вот в чем заключался-то этот классический либерализм. На самом деле в Америке тоже далеко все не идеально было, да? Вот полк. Значит, он все время сокращал налоги, как либералы хотели. Что чем меньше налогов, всяких тарифов, тем более свободной будет торговля. Вот это у него такая либерально-радикальная. Они боролись все время с банками. Вот то, что сейчас много кредитов и так далее, они воспринимали, что это тоже, значит, насилие над бизнесом. Сейчас же тоже многие жалуются на кредиты, на господство банковской системы. Но вот классический либерализм Америки боролся все время с банками, чтобы они, так сказать, не имели слишком много власти. Еще не было монополий, но они полагали, что скоро банки осуществят монополию и так и будет. То есть финансово-промышленные группы и либералы американские заранее знали, что это будет мешать свободе торговли и боролись действительно. Второе направление и третье направление у них был безусловный империализм и расизм. Надо сказать, что именно вот эти либералы радикальные, они и уничтожили всех американских индейцев. И чем более либеральное было правительство в Америке, тем более жестко оно эту политику проводило. Потому что свободный рынок нуждался в территориях. Вот этих вот всех свободных территорий, как они считали, на Западе их нужно очистить от населения, как они считали дикого, и там развести вот этот свободный рынок. Именно Полк, Джексон и все прочие, так сказать, либеральные президенты США больше всего уничтожали индейцев. А о их национальном каком-то... Они не считали, что их национальные ценности это что-то важное. Вот важно только рынок, только свободу бизнеса. Об их каких-то ценностях, об их самосознании они нисколько не заботились. То есть оборотная сторона вот этого самого либерализма 19 века вообще говоря. Этот же самый Полк воевал с Мексикой, захватил Техас и так далее. Он же сохранял в полной силе рабство, и про рабство они там рассуждали с либеральной точки зрения, что раз вот они уже товар, то они там товар и так далее. Вообще странно, что Ленин считает период империализма после 1870-го, когда господствовали монополии. Самый жуткий империализм был именно до монополии, а при свободном рынке, при вот этой мелкой, при господстве мелкой частной собственности, больше всего империализма. Им же рынки нужны были, они все захватывали, захватывали. А в тот период, который Ленин считает империализмом, уже, так сказать, мир был поделен, и империалисты готовили войну между собой. То есть основные все захваты состоялись до монополизации. Но об этом, в общем, еще довольно долго должен говорить, так как должен весь этот год вести 19-й век. Посмотрел школу аналитики Фурсова, ну пиздец какой-то. Это что, у нас сейчас официальная идеология, что ли? Он там каким-то ученым считается, значит, историком и так далее. Значит, там смесь марксизма с черносотенством. То есть, по сути, смесь коммунизма с фашизмом, о которой так долго говорили наши либералы, ее реально осуществили, видимо, наши идеологи. То есть, он, допустим, считает, что масоны – это важнейший институт капитализма, наряду с глобальным рынком, там, с секулярным государством и прочее. Масоны – это религия. Религия свое значение при капитализме теряет. Сейчас вот я, да, говорю о начале 19-го века, действительно много масонов, но дело в том, что это просто религия, которая вытесняла католицизм. Она использовалась и либералами, и консерваторами. Но вот только что рассказывал Гетте – масон, а он консерватор. Хирасков был масон, русский известный, там крупнейший консерватор. Но там же были либералы. Либералы, конечно, да, связана либеральная диалогия с капитализмом. Связывать масонство с капитализмом, я не знаю. Это все равно, что, допустим, говорить, что при капитализме распространились какие-нибудь картежные игры, и вот игра в карты – это один из институтов капитализма. Потому что, допустим, играя в карты, капиталисты между собой договариваются, и вот таким образом, вот картежная игра – это вот важнейший институт современного общества. Но понятно, что масоны – это какая-то религия, и, соответственно, какая-то ролевая игра, в которую не пускают там всяких бедных и прочее. Естественно, играя в это масонство, могут капиталисты между собой договариваться и о бизнесе, но это просто игра, так сказать. Это несравнимо с реальными капиталистическими институтами, такими, как действительно глобальный рынок, секулярное государство, колониализм и так далее. Это пример, просто чаще всего наши почему-то черносотинцы масонов склоняют. А у него вообще весь метод такой. То есть мистика всевозможная, из всяких, в том числе и российских, и нероссийских источников, перемешана с каким-то реальным социальным анализом, но большей частью марксистским. Потому что их обучали марксизм уже всех вот таких старых пердунов, где-то так в 80-е годы. Но меня обучали, я тоже, в общем, из тех же. Марксизм я тоже понимаю, я понимаю, где он из марксизма заливает. Но тут на самом деле нет реальной-то науки какой-то, свободной от марксистских догм, какой-то социологии реальной, которая бы численно выражала науки. То тут нет, тут марксистская определенная мифология, ну в какой-то степени научная для 19 века, да? С какой-то совершенно антинаучной чернозотиной мифологией перемешана. При этом он какие-то факты сообщает интересные, хотя их тоже проверять надо. Я не знаю, я немножко вот послушал, может быть еще пару дней так послушаю, я всю пачку лекций не буду, я пропускаю, только самое интересное. Ну и везде вот на это наталкиваешь, что такое специфический метод. Наш, короче, Голковский, который кривляется, это бледная тень того, что кривляется за большие деньги и считается у нас в России наукой. Там примерно то же самое, то есть смесь какой-то конспирологии с каким-то более-менее анализом, правда больше таким брежневско-сталинского характера у них анализ. Империалисты, капиталисты и все такое. Из фильмов кинострим посмотрел, ну это вот из современных этих онлайн кинотеатров, короче, парень таскает такую каску на себе и снимает свою школу. Есть современная школа, не походит на советскую, нет формы школьной, советская была ритуализирована. Вот в принципе там весь фильм, это он снимает школу. И там, видимо, современная школа российская показана, ну и местами юмористичные, конфликтные и так далее, но видимо та, что сейчас есть. Но то, что там показано, сильно от советской отличается. Советская основана на ритуале. Там есть октябрята-пионеры, которые постоянно какие-то ритуалы осуществляют. Там есть школьные ритуалы по типу линеек всевозможных. Там есть ритуалы просто вот учитель заходит, класс встает. Там они все поют хором песни все время в советской школе. Это все другое. То есть там ориентировано именно такое вот, ну не казарменное, а такое монастырское воспитание. То, что в этом фильме явно не то, что было в СССР, так что я думаю, что поколение все-таки другое. Ну я думаю, что это лучше. Но это опять же лучше для либералов, да, это лучше для... Более свободно. Я думаю, что из таких вот школьников, как там показаны, не построишь милитаристское общество. А вот, кстати, этот самый Фурсов много там балдает, что нужна мобилизационная экономика, ну то есть военного типа. И что она якобы обеспечивает равенство. То есть Фурсов из всего вот этого бреда, который он несет, делает выводы, что нужно построить казарменную такую экономику, полностью основанную на мобилизацию, на войну. Но это он все говорит до реальной войны. Естественно, долго-долго так они все говорили, и войной это все и кончится. Военная экономика не является экономикой равенства. В ней еще больше неравенства между бедными и богатыми. Мы же пережили две войны, мы хорошо знаем, да. Во время войны одни миллиарды получают на военных заказах, там жируют в ресторанах и так далее, а другие с голоду умирают, а то, что у них все забрали и пустили на войну. И третьи погибают на фронте. За гроши, в общем-то, да. Поэтому военная экономика, она не только никакого неравенства, несправедливости не вносит, она все неравенство и все несправедливость, которые было в обществе, она усиливает. В том числе экономика, особенно военного коммунизма при Ленине, вообще такая была, что всю еду забирали у всех, да, а коммунистическая верхушка, она купалась роскоши. Об этом мы имеем множество вспоминаний. По моей деятельности личной, возобновил бустя немножко получше, с заказами побольше времени. Довел китайский до девятого урока и планирую дальше все его выпускать. То есть снова будет латыни, китайский, которые я как дополнительный выпускаю. На китайском уже начал разбирать маленькие тексты, ну по типу, я учитель, ты ученик и так далее. Ну скоро там будет получше. Китайский я планирую полностью, 330 урока полный китайский вообще. Может и 444. Так, по петиции я знаю, что подписывали из Ютуба, есть успехи. За три дня 50 человек подписали, это нормально для нашего движения, которое официально никак не поддерживается. Так что это мы все будем продолжать. И то, что 50 подписей за три дня, я считаю, что определенные успехи есть. Ну на этом все. И планирую раз в три дня, то есть следующий выпуск новостей 21 февраля. Продолжение следует...